Добрый день, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас в эфире телевизионного и пархиального обозрения. Мы встречаемся с вами в то время, когда Вселенная озаряется святым и радостным светом Вивлеемской звезды, возвещающей всем спасительную весть о явлении миру, воплощенной истинной любви, о рождении Христа Спасителя. Этому светлому празднику и посвящен наш выпуск. Сегодня вы увидите, праздник Рождества символизирует примирение человека с Богом. Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, посетил дом ребенка Жемчужинка. Божественная литургия в Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре. Детский рождественский праздник в Одесском русском драматическом театре. Об этих и других событиях подробнее в нашем выпуске. 6 января на вечере Рождества Христова, или Рождественский сочельник. В последний день рождественского поста православные готовят себя к празднику. Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил божественную литургию в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе в сослужении векарных епископов Аркадия и Деодора и духовенства города. Уже горит звезда на небосводе, призывая всех людей спешить в вертепы мира, храмы Божии, для того, чтобы уразуметь чудесное рождение Христа в мир и поклониться божественному младенцу. Уже подошел к концу рождественский пост, время за которое мы все пытались стать лучше, очистить наши души и тела от язв греховных и подготовить себя к встрече с Богомладенцем Христом. По православной традиции этот день сопровождается строгим постом. Пища не вкушается до первой звезды, но это является традицией, и в церковном уставе таких указаний нет. День проводится в молитве и подготовке к праздничному рождественскому богослужению. Сам праздник Рождества по учению церкви символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвещает искупительный подвиг Иисуса Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей. Рождественский пост, усиленная молитва приближали христиан к великому торжеству. Однако древние христианы его не знали. Для них воскресение Христова заслонило с собой Рождество. В начале 4 века христиане начали отмечать Рождество и крещение Спасителя в один день, 6 января, под общим наименованием Богоявления. Эту традицию по сей день сохраняет Армянская Апостольская Церковь. И только в середине 4 века праздник Рождества отделился от крещения и стал праздноваться Церковью 7 января. Само название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочево», то же, что и «колево», вареные зерна риса или пшеницы, которые символизируют собой жизнь. Вкушать сочево или колево было положено в канун праздника только после литургии. В Рождественский сочельник православные христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов с Востока Богомладенцу Христу. Восточные мудрецы принесли новорожденному дары – золото, ладан и смирну. Золото было принесено Христу как царю, ладан как Богу и смирна как человеку. Этот день христиане пытались сделать днем отдачи друг другу, днем очищения. Они помогали ближним, делали добрые дела, пытались, чтобы радость о рожденном Христе распространялась на все человеческие сердца. В этот день мы должны открыть свои сердца для того, чтобы в них вошел Христос и обитель там сотворил. Мы должны стать настоящими христианами и быть достойными Христа, который пришел в мир ради нас и пострадал за нас, омыв нас банью духовную, исправив наше естество и показав нам путь, ведущий снова к Богу. По словам патриарха Кирилла в рождественский сочельник или на вечере Рождества Христова, Церковь вспоминает всех тех, кто предшествовал Спасителю по плоти, его родственников, начиная от Авраама, что помогает нам понять, что Спаситель – часть нашей истории. И эта великая тайна Боговоплощения помогает нам понять смысл человеческой истории. Она заключается не в том, чтобы становиться богаче, чтобы обретать больше власти, чтобы завоевывать другие народы, как это казалось и как это до сих пор многим кажется. Но смысл истории заключается в познании воли Божьей, в открытии для самого себя смысла Божьего о мире и человеке. В ночь с 6 на 7 января в православных храмах более чем 100 странах мира совершаются торжественные рождественские богослужения. И Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская православные церкви встречают Рождество Христово в эти дни. Праздник Рождества символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы. И в этот светлый праздник Рождества Христова Высокопресвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил праздничную божественную литургию в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе. 7 января мы вспоминаем событие, которое изменило не только мир внешний, но и все естество человеческое. В мир родился Христос, Спаситель, Свет Миру, Бог Всемогущий, Отец Всего Живого, Создатель Мира. Этого события ожидало человечество. О нем предсказывали пророки. Господь воплотился и стал человеком, принял на себя все наше естество, кроме греха, стал одним из нас. Бог Всемогущий по своей любви стал человеком, чтобы человек смог стать Богом. Господь пришел в мир, ликует все вселенные, Он родился в мире, для того, чтобы в последующем родиться в сердце каждого христианина и с помощью причастия святых христовых тайн обитать в нем. И в последующем, чтобы мы все воскресли с Господом нашим Иисусом Христом, рождение которого мы в эти святые дни светло празднуем. Рождение Господа в мир само по себе чудное событие, сопровождающееся чудесами. Мир стал меняться, ангелы вострубили, звезды засветили, указывая путь к Богу-младенцу. Все в мире трепетало перед Его пришествием, все благоговело. И только один человек по своему окаменелому бесчувствию так и не мог понять и осознать ту великую тайну и чудо Рождества Господа в мир. Не мог понять, как Бог стал человеком. И для чего? Не мог и до самой крестной смерти уразуметь сатана и увидеть в кротком и смиренном исполненном любви человеке Бога, пытаясь всячески остановить Его. Но кто первый уразумел? Кто первый увидел Христа? Бедные пастухи, пасущие овец из храма. Для жертвоприношения. В хлеву которых родился Христос, как агнец, который будет приведен на заклание, принесен в жертву за грехи наши, и ранами Его мы исцелились. Рождение Иисуса Христа само по себе было чудесным, как и Его зачатие. Апокрифы и предания Церкви сообщают нам о том, что, когда Дева Мария почувствовала наступление родов, Иосиф пошел искать повитуху. Но когда возвратился с ней к пещере, то роды уже произошли, а в пещере засиял такой свет, что они не могли вынести его. А немного времени спустя свет исчез, и явился младенец. По утверждению Киприана Карфагенского, Мария не нуждалась ни в каких услугах со стороны повитухи, но сама была и родительницей, и рождению служительницей, и поэтому воздает младенцу своему благоговейное попечение. Он пишет, что рождение Христа произошло до того, как Иосиф привел повитуху. При этом Соломея называется Старицей и Сородницей Марии, то есть происходящей из рода царя Давида. Упоминаемая в апокрифах, Соломея повитуха засвидетельствовала чудо сохранения девственности Богородицы, и ее образ вошел в иконографию Рождества Христова. И тот свет, который они увидели в пещере, и поныне озаряет нас в празднике Рождества Христова. И в последующие дни через свою Святую Церковь. Наша же обязанность напитать в себя этот свет Божества, и уразуметь ту тайну рождения, и идти навстречу Христу, Его дорогой, которую указывал и научил Он нас, для нашего спасения, чтобы и нам быть во веки веков с Господом нашим Иисусом Христом. Праздник Рождества Христова, который сегодня, 7 января, отмечает Православная Церковь, это, пожалуй, праздник начала Божественного домостроительства о спасении человеческом. Праздник откровения Бога для людей. Святейший Патриарх Кирилл в своем послании очень тонко подметил о том, что Бог действительно является во многом непознаваемой единицей. Он не причастен этому миру. Он закрыт для интеллектуального познавания людей. Мы не можем, во многом не можем сказать, кто такой Бог, что из себя представляет Его существо. Но праздник Рождества, начало христианства, это праздник открытия Бога для людей. Когда существо Божие открывается для каждого из людей, невзирая на его внешнее состояние. Бог в этот святой день поселяется в сердце каждого человека. И тот, кто сумел напитать и удержать в себе это тепло и свет родившегося Богомладенца, обязан излить на каждого ближнего и нуждающегося человека. Мы должны излить любовь, заботу и тепло на всех нуждающихся, ибо Господь требует от нас в первую очередь дел, которые нас делают подобными Ему. Дел любви, смирения требует от нас добродетелей. Светлым праздником Рождества Христова! Седьмого января высоко преосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский посетил дом ребенка Жемчужинка. Владыка поблагодарил весь коллектив дома за любовь и разоботу, которые они дарят маленьким одесситам, лишенным родительской опеки. Владыка поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова и, конечно, приготовил подарки для малышей. Рождество Христово – один из главных христианских праздников и точно самый любимый праздник среди детей. Все они с нетерпением ждут подарков родительской заботы. Но тепло домашнего очага, увы, доступно не всем малышам. Таких детях-сиротах заботится церковь и Господь. В праздничные дни высоко преосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. Старается посетить как можно больше детских домов, интернатов и подарить малышам заботу, показать, что их любят и ценят. О них помнят каждый день. Вот и в Рождество Владыка вместе с председателем Одесской областной государственной администрации Николаем Скориком отправился в дом ребенка «Жемчужинка». Мы зашли сюда для того, чтобы поздравить маленьких детей, всех тех, которые трудятся на их воспитании, пожелали здоровья, добра, радости, счастья, помощи Божьей и принесли подарки, соответственно, детям, для того, чтобы их радость была совершенна и чтобы Господь благоставил их, дабы они достойно росли бы, были счастливыми, красивыми и чтобы каждый из них не был обойден, обижен, чтобы они видели участливый взгляд со стороны своих воспитателей и, конечно, со стороны церкви и руководства нашего огромного региона. Светлого праздника Рождества Христова воспитанники дома ребенка номер один ждали с нетерпением. И, говорит Валентина Карташова, главврач дома, хотя в силу возраста они еще не понимают всей значимости Рождества, любовь и заботу Господа чувствуют каждый день. Господь Бог опекун всем детям-сиротам. И сегодня я счастлива принимать столь высоких гостей и сотрудники мои. А дети мои благословлены сегодня были митрополитом Агафангеном. Это большая радость. Сегодня вот колокола звонят в радость, в здоровье и счастье всех моих малышей. Они точно знают, что на Рождество к ним придут светлые люди, солнечные люди с Богом в душе, которые принесут им кучу сладостей. И они себя почувствуют чуть-чуть чище, чуть-чуть ближе. И чуть-чуть, самое главное, вожеланные Господа Богом. Владыка Агафангел, конечно, к воспитанникам дома ребенка пришел не с пустыми руками. Полезные подарки – это хорошо. Но дети есть дети. В первую очередь они ждали сладости и игрушки. Возможно, у кого-то из них в этот день сбылась маленькая мечта. Митрополит одесский измаильский Агафангел также поблагодарил всех работников дома ребенка. Ведь они делают большое и важное дело. Он отметил, что церковь всегда с ними, всегда готова прийти на помощь и подставить дружеское плечо. Мы желаем, чтобы и ваше детство было счастливым, красивым, радостным. Чтобы Господь был рядом с вами, чтобы он играл вместе с вами, помогал, хранил бы вас, давал бы вам все условия для нормальной жизни. Все возможное, чтобы эти малыши чувствовали заботу и поддержку, делает и государство, добавил руководитель области Николай Скорик. Сегодня очень светлый праздник, праздник, которого ждут все взрослые дети. Праздник, когда должны сбываться самые заветные желания. У этих маленьких деток желания достаточно простые пока. И эти детки действительно нуждаются в нашей заботе, в нашем тепле. Какую-то частичку этого тепла мы постарались сегодня с владыкой и митрополитом им подарить. Воспитанники дома ребенка номер один для высоких гостей приготовили праздничную программу. Своими песнями, танцами, стихами, хороводами, а главное улыбками они говорят спасибо. Несмотря на совсем юный возраст, ребята точно знают, что благодаря таким людям завтра они не будут одинокими. По сложившейся доброй традиции 8 января Высокопресвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил праздничную вечерню с Акафистом Рождеству Христову в Одесском Спасопреображенском Кафедральном Соборе. Рождество – это всегда радостный праздник. Даже люди, не считающие себя верующими в Бога, не могут не щетить особой атмосферы благодушия и мира, царящих повсюду. Вроде бы и погода в Одессе была не очень зимняя на Рождество, и небо весьма серое, и люди вокруг те же самые. А все-таки что-то не так, что-то изменилось. Творец по своей благости ежедневно, а особенно в большие праздники, безвозмездно подает свою благодать всем. И тем, кто пытается быть Его последователями другом, и тем, которые открыто заявляют Его своим врагом и всячески против Него борются. Но по слову Евангелия, Господь повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. К этому же призваны и все христиане по примеру благости Христа. Многие из них стараются провести этот праздник, уделив особое внимание окружающим, своей семье, соседям и одинокими нуждающимся. Но в первую очередь христиане освящают этот праздник совместной молитвой ко Христу в храме, после чего уже пытаются поделиться подаренным светом и радостью со всеми окружающими. По доброй традиции, 8 января митрополит Агафангел совершает вечернее богослужение чтения Макафиста о Рождеству Христову в Одесском Спасопреображенском кафедральном соборе. Кроме того, в этот день со всего города и области приезжают епископы, духовенства и многочисленные верующие, чтобы поздравить своего правящего архиерея со светлым праздником Рождества. В завершение богослужения от лица всей Одесской паствы митрополита поздравил Преосвященнище Аркадий, епископ Авидеопольский, викарий Одесской епархии. Желаю вам, дорогой святитель и любящий отец, по словам святителя Рогентия Херсонского, соединиться со Христом всем своим существом и соединиться с любовной радостью, совершенствовавшись в Таиске. После общего поздравления из уст епископа Аркадия каждый смог лично пообщаться и поздравить митрополита Агафангела с Рождеством. Дружественную и сугубо добрую народную атмосферу во время поздравлений создали диаконы Одесской епархии. Новая радость стала, я до неба пала, над вертепом звезда ясна, у весь світ засияла. Над вертепом звезда ясна, у весь світ засияла. Где Христос родился, с тими оплатился, Как шалови пеленами оба повисся. Как шалови пеленами оба повисся. Песня. 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 Православная Одесса имеет много традиций. Одной из них является то, что на третий день светлого праздника Рождества Христова – 9 января, владыка Агафангел вместе с одесситами молится за богослужение в Свято-Ильинском мужском монастыре. И этот 2014 год не стал исключением. В этот день, по установленной традиции, в храме собралось довольно много людей, несмотря на то, что рождественское время отдыха исчерпано и пора на работу. Все они вместе с высокопреосвященнейшим Агафангелом, митрополитом Одесским и Измаильским, духовенством города и насельниками монастыря, едиными устами вознесли молитвы новорожденному спасителю. Глядываясь в глаза каждого из присутствующих, видишь неугасимый огонь веры, надежды и любви. Веры в то, что богомладенец услышит их молитвы, надежды на неисчерпаемое милосердие владыки мира в исполнении просьб и любви к своим родным и близким. Кто-то пересматривает страницы своей жизни, некоторые задумываются о своих поступках. Я думаю о себе, о том, что жалко, что я лишена была этого познания и понимаю, какой я должна была быть матерью светлой, которая хранит владенца, как зеницу ока. И, конечно, может быть, я сейчас хочу обратиться ко всем матерям, на которых лежит миссия воспитать чадо, как дать им путь к Богу. Вот это, конечно, моя большая печаль, но и большая радость, потому что время идёт, открываются книги закрыты, открываются тайники в душах людей благодаря этим праздникам. И вот хочется верить, что каждая мать будет так стараться воспитать свой чадо, как Богородица воспитала своё чадо, креста, который нас спас. И вновь под сводами храма звучат праздничные песнопения, посвящённые новорождённому младенцу Иисусу, его матери и старцу Иосифу. Казалось бы, вот только вчера начался рождественский пост, время покаяния и молитвы. И вот мы опять представляем Бога, который преклонил небеса, сошёл на землю. Взирая на вертеп, мысленно переносится в ту ночь, когда над Вифлеемом засияла звезда, сообщающая начало новой благодатной эры. Невольно задаёшься вопросом, чем мы заслужили такую благость, что младенец пеленами соединил человека с Богом? На это преподобный Ефрем Сирин даёт чёткий ответ. Выше ангелов поставил тебя Бог, когда в лице своём приходил на землю, быть за тебя ходатаем и твоим искупителем. Ведь тем, которым родился Господь, наш Иисус Христос, стал правами, божественной славы на земле, куда стреляются люди, не праздник Рождества Христова, для того, чтобы похорониться Бога, надеяться Христом. Вот здесь слава Божия, в ближайшем январе, похорониться Богу, Певному, Женому, Царю Реку, Свету, Светом, начальник нашей веры, совершителя нашего спасения. Находясь в эти праздничные дни в храме и слушая торжественное приснопение, твоё сердце наполняется несказанной радостью, а в душе царит мир. Возникает такое чувство, что новорождённый младенец не только воцарился в яслях, но и в твоём сердце. И тот мир, который он принёс на землю, пребывает внутри. В эти минуты действительно хочется поделиться любовью и спокойствием с окружающими тебя людьми и пожелать всего наилучшего. 9 января по благословению Высокопресвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, в Одесском русском драматическом театре имени Иванова состоялся традиционный детский рождественский праздник. Он был подготовлен отделом религиозного образования, катехизации и миссионерства Одесской епархии при поддержке Приморской района и администрации и собрал около тысячи воспитанников школ-интернатов, детских домов и воскресных школ. В зале Русского драматического театра имени Иванова собралось более тысячи детей из воскресных школ, детских домов и школ-интернатов Одессы и области. Открыл рождественский праздник епископ Авидеопольский при освящении Шаркадий. От имени митрополита Одесского и Измаильского Агафангела он тепло поздравил детей с Рождеством Христовым и пожелал всем присутствующим помощи Божией в наступившем году, мира и добра в каждой семье. А также напомнил историю праздника Рождества Христова. За 700 лет пророк Исаия предсказал Рождество Христово. И вот пришел тот день, когда на небе высияла Ефремская звезда. Волфы с Востока пришли поклониться Богомлогенцу Христу, принесли дары, золото, левар, письмину, поклонились Ему. Также были рядом с ними пастыри, которые пошли овец. И самое главное, что с неба спустились камни, которые воспели славную песню, славу дышали Богу на земли, и мир человеческих благоволит. Бог сошел с неба на землю. Бог воспринял человеческую природу. Он стал Бога-человеком. Этот праздник великолепный и радостный, и ни одному церковному празднику не посвящено столько песнопений, сколько Рождеству Господа нашего Иисуса Христа. И нет, наверное, на украинской православной земле ни одного человека, который не пел бы в детстве рождественские калятки. Я, когда еще маленьким мальчиком, тоже пел рождественские калятки. Теперь уже прошло более полвека, и вы тоже продолжаете петь, прославляя калятки Господа нашего Иисуса Христа и Бога-чеческого. Рождественские представления в Одесской митрополии стали уже доброй традицией, и проходят они по благословению владыки Агафангела ежегодно. Традиционно в эти рождественские светлые дни Одесская епархия готовит для детей, для воспитанников воскресных школ программу концертную, рождественскую. В этом году программу приготовила воскресная школа Святолисейского храма. Также у нас выступает хор Ариана, хор из Педагогического университета. Детям всегда нравятся эти концерты, эти представления, потому что по окончании концерта они получают подарки. Подарки нам любезно предоставил народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов. Свой вклад в организацию рождественской елки для православных детей вносит и русский драматический театр имени Иванова. Дирекция не просто предоставляет зал. Сотрудники театра готовят звук, свет, делают все возможное, чтобы рождественское представление для детей прошло на высшем уровне. Для нас это событие. Для события в полном смысле этого слова. Весь театр к этому готовится, весь театр помогает, весь театр раскладывает подарки, делает декорации, устанавливает декорации. Это наш, будем говорить так, своеобразный подарок Рождеству. На сцене воспитанники воскресной школы Свято-Алексеевского храма. Они как настоящие артисты подготовили и показали полноценный спектакль. В нем дети попытались раскрыть тему добра и зла, дружбы и предательства, красоты внешней и красоты внутренней, духовной. Этот рождественский праздник еще раз напомнил всем слова Господа. «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Небесное». Ведь именно дети, чистые душой, могут искренне верить и делиться своей верой с окружающими. А после окончания рождественского спектакля и юные артисты, и зрители, по уже сложившейся традиции, получили праздничные сладкие подарки. 19 января мы воспоминаем чудо – освящение водного естества Господом нашим Иисусом Христом. «Подойдя к водам Ярдана, Господь погрозился в них, таинственно внедрив от Себя в это крещение пресно текущий источник благодати», – говорит святитель Григорий Палама. «Освященная телом Господним, вода приобрела способность перерождать, освящать, духовно воскрешать людей». По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, в ночь с 18 на 19 января 2014 года в 23.45 преосвященнейший Деодор, епископ Южненский, на пляже «Золотой берег», 16-я станция фонтана, совершит великое освящение воды, после чего все желающие смогут искупаться в море. Данное мероприятие состоится при поддержке Одесской областной государственной администрации, которая окажет помощь в организации дежурств бригад спасателей, сотрудников государственной службы по чрезвычайным ситуациям и скорой медицинской помощи. Для одесситов будут организованы палатки с отоплением, где можно будет переодеться и попить горячего чаю. Приглашаем всех желающих принять участие в крещенских купаниях. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!